Здравствуйте, друзья! У нас интересный разговор с вами сегодня будет по поводу такой вселенской правды. Разговор этот навеян вчерашними, позавчерашними дискуссиями по поводу того, что происходит сейчас на границах Соединенных Штатов с отделением детишек от родителей нелегальных иммигрантов, которые пересекли границу. И вот, значит, как там с этим. И там люди говорят, закон для всех, закон должен исполняться, там все по закону, вот какой-то закон. И вот мы на эту тему немножко поговорим. Я хочу сказать, что несколько вещей. Ну вот первая вещь. Первая вещь состоит в том, что всякие законы, которые принимаются, всякие абсолютно 100%, без исключения, всякие законы создают какую-то возможность для того, чтобы обойти смысл, букву закона, значит, смысл, да, дух, обойти дух закона через букву, потому что никакой закон не сформулирован идеально. И как мы знаем, вот как Черномырдин когда-то говорил, что вот хотели как лучше, а вышло как всегда, значит, всякий закон, он вроде как хочет как лучше, но создает возможности для как всегда или даже хуже. Просто жизнь, просто как бы суть вещей такая. То есть нет такого чистого идеального мира, где вот закон написан, и вот дальше все его исполняют, и все. Например, вот типичный пример, скажем, вэлфер, да? Ведь вэлфер не был придуман для того, чтобы люди вечно жили на вэлфере. Вэлфер придумали для того, чтобы, ну, случилось чего, значит, человек там вышел, ну, вылетел с работы, что-то произошло, разные вещи бывают. Система его поддержала, он дальше пошел. Но, смотрите, во что превратилось, правда? То есть появились поколения, уже три поколения есть, которые просто на вэлфере живут, последовательно не работают и как бы разлагаются. Вэлфер, в сущности, разложил афроамериканскую семью, просто уничтожил. Понимаете? По сравнению с тем, как это было раньше. А хотели, как лучше. Посмотрите на фудстемпы. Фудстемпы нужны для того, чтобы люди не голодали, особенно дети, правда? А что люди покупают на фудстемпы? На фудстемпы покупают и водку, и курево, и абсолютно любую дрянь. Конечно, в большом таком магазине, где, ну, порядок есть какой-то, там не удастся сделать. Но есть маленький, вот есть маленький, пришел, взял, что хотел и ушел. В наше время, я помню, когда мы приехали, там у всех были фудстемпы. И вот, значит, практически, ну, вот у новых эмигрантов у всех были фудстемпы. И вот там обсуждался вопрос, нравственно ли и вообще вот прилично ли на фудстемпы покупать икру. Я помню какой-то разговор, там женщина говорит, пистолежка, там пошла, говорит, там в магазин русский, подъезжает Мерседес, оттуда выходит женщина такая расфуфыренная. Ну, там группа людей, там вот расфуфыренные, в коже, в сапогах, там в бриллиантах, такие они нарядные. Пришли в русский магазин, взяли икры, там, не знаю, там, балычку и ушли. И заплатили фудстемпами. Вот насколько это вообще нравится на фудстемпы им платить, так далее. Фудстемпы им платить за икру было можно, это не было нарушением ничего. На фудстемпы нельзя было покупать, например, табачные изделия алкоголя. Да, да, икру можно, почему? Можно икру. Так вот, к чему я говорю? Есть такое понятие в английском языке, это abuse. Вот по-русски мы бы перевели, может быть, как злоупотребление. Вот есть злоупотребление. Вот есть фудстемпы и есть доброупотребление, доброупотребление, а есть злоупотребление. И фактически, когда мы говорим о том, что какое-то вот, ну, законодательство, какие-то меры, какие-то решения хорошие или плохие, работают или не работают, мы не говорим о том, что там abuse, вот этот вот, полностью отсутствует, что он равен нулю. Если мы будем идти по этому пути, мы превратимся в патологических идиотов, не живущих в реальном мире, а живущих в мире войны со всем окружающим человечеством. Понимаете? Это патология, это безумие. Мы говорим, да, мир не идеален, но насколько он не идеален, где вот это измерение, где вот это доброупотребление и злоупотребление, значит, где они вот сходятся, в каких пропорциях. И мы говорим, ну, хорошо, если там, допустим, одна десятая процента злоупотребления, мы говорим, да хрен бы с ним. А вот, говорит, 3% злоупотребления, мы говорим, ну, хрен бы с ним, все-таки 97%-то доброупотребление. Нам, говорит, 30% злоупотребления, мы говорим, что-то не то. Мы создаем громадные, многомиллиардные, многомиллионные, в смысле, людей, массы людей, значит, многобиллиардные суммы, где мы просто изувечиваем общество, в котором живем, да, то есть мы создаем криминал, мы создаем вот это все и так далее. Поэтому дело не в том, что какой-то там вот есть закон, и кто-то там его нарушает. И неважно, это может касаться налогов, это может касаться иммиграции, там, легальной или нелегальной. Любой абсолютно закон будет подвергаться, давайте я камеру переведу на улицу, будет подвергаться каким-то злоупотреблением. И да, так это первая часть, значит, да, и к этому я хочу добавить вот что. Мы жили в СССР, то есть почему я очень решительно, категорически совершенно возражаю против того, что люди вот стремятся к какому-то идеальному, стопроцентному незлоупотреблению. Потому что мы видели это в СССР. СССР был обществом, где все было запрещено. Самые необходимые, самые бесценные вещи, которые для человека просто все, это его жизнь, были запрещены. Потому что там микроскопическое нарушение вот их каких-то принципов, ну каких-то там советских, понимаете, там пролетарских, там еще каких-то безумных вот этих вот бредов. Это все воспринималось как попытка вообще свергнуть советскую власть. Я вот, например, помню, там была совершеннейшая паранойя по поводу нетрудовых доходов. Это уже в наше время, когда все было коррумпировано, когда взятки были слева и направо, когда в магазинах воровали и обвешивали так, и когда делились этим, там оно шло там в райком и в исполком и там и так далее. То есть была бандитская, коррумпированная, мерзопакостная система, воровская, насквозь воровская. Но советская власть боролась с населением, значит, чтобы оно, не дай бог, не завело себе нетрудовые доходы. Например, там вообще нельзя было просто так пойти и купить автомобиль, такого не было. То есть надо было всю жизнь в очереди стоять, при том, что это очень дорогая была вещь. Ну, вообще ни у кого и денег-то толком не было. Но, тем не менее, скажем, купить какой-нибудь москвичок с, ну, как это назвать, с кузовом, да, были такие москвички с кузовом, что-то такое, перевозился мелкий какой-то товар там для магазинов и так далее. Но купить в личное употребление было нельзя, потому что это создает мгновенно возможности для нетрудовых доходов. Представьте себе, что у человека есть грузовичок маленький, маленький. Это что же он будет, что же он такое делать будет, кроме нетрудовых доходов? Не говоря уже о том, что просто частник, да, это уже не трудовой доход. Вот он там подвезти кого-то может, а вот какой-то человек может готовить кого-то к экзаменам в институт. Нетрудовой доход. Это же не трудовой доход, он с ним там сидит часами. Доход-то не трудовой, это же фактически угроза советской власти создается и так далее. Спекуляция там опять, ну да. Так вот я к чему рассказываю. Это было общество, где было запрещено абсолютно все. Где вот ни одного закона принять было, они не могли принять ни один закон. Но там на самом деле еще как бы сказать, вот ты приходишь куда-то и говоришь, скажет, вот я хотел бы сделать вот это. Тебе говорят, нельзя. Почему нельзя? Они говорят, ну потому что если вот это разрешить, то вот в этом месте люди могут неправильно поступить, вот тут неправильно, здесь могут злоупотребить и так далее. Поскольку кто-то где-то гипотетически или еще как-то, вот мы даже умозрительно представляем себе, что есть возможность злоупотребления, а она всегда есть, понимаете? Она-то есть всегда. И поскольку такая возможность злоупотребления в принципе есть, то тогда мы этого не разрешаем. Может быть ты и благонамеренный, но сами понимаете, лучше от греха подальше. И вот эта вот советская такая ментальность, она присутствует. Значит, вот когда во многих поколениях после, понимаете, тоже присутствует, общество в целом-то не быстро меняется. И вот это вот запретить, не пускать, арестовать. И вот эта вот фраза, выдающая безумного человека, просто безумного. Закон для всех один. Да где вы видели закон, чтобы был для всех один? Вы что, охренели что ли? Закон для всех один. Вы кто такие вообще законы интерпретирует? Законы интерпретирует суд. Вот есть один единственный орган, да, который ему поручено интерпретировать законы. Вот говорят, там, решение Обамы вот с этим Дакой, указ, был нелегальным. Он нелегитимный, он не... Помилуй, ты кто такой? Ты что, Верховный суд? Или может еще какой-то суд? Пока не было решения суда по этому вопросу. Ты как ты знаешь-то? Кто может сказать, что легально, что нелегально? У нас только суд для этого. Вот других нету источников. Закон является предметом, как сказать, интерпретации. Однажды я присутствовал, там, был сложный кейс такой юридический, и мое страховое агентство так или иначе там проходило. Вот, и я присутствовал при таком митинге, где адвокаты, там шесть сторон участвовали. Шесть сторон. И были адвокаты, представляющие шесть разных сторон. Вот они сидели, и я присутствовал. Значит, и... Они спорили долго. И я вот этому адвокату нашему, ну, моему, который там был, который представлял нас, я ему говорю, скажи, пожалуйста, я говорю, а что так вот вы же... Шесть адвокатов вы имеете дело с одним и тем же законом. И в этот закон, вот это вот как конкретно, там процессуальные какие-то были вопросы, не бог весть, там что. Вы там, я говорю, час спорили. И он меня пальцем так машет перед носом, и он говорит, закон... Говорит, law is subject to interpretation, говорит он мне. Понимаете? Так это адвокаты. Вот они сидят, и как правильно понимать? А ответ на этот вопрос даст только судья. Вот он знает, как правильно. Мало того, если он судья вот этой инстанции, то судья более высокой инстанции может его поправить. А судья еще более высокой инстанции может и их всех вместе поправить. И вот кого нельзя поправить, это Верховный суд. Вот его поправить нельзя. Вот он решает окончательно. Вот так. Так вот, к чему я это все клоню. Если где-то есть какое-то злоупотребление, это норма. Так должно быть. Мысль о том, что злоупотребление быть не должно в принципе, она абсолютно не из этого мира. Это нереально. Но и мы, конечно, за то, чтобы закон был один для всех, кто же говорит. Но вот у одного есть деньги на адвокатов, а у другого нету. Понимаете? Так что, что там говорить? А так закон вроде один, конечно. И вроде бы и судья тот же. Но до суда не доходит просто. У кого деньги есть, до суда редко доходит. Это надо, чтобы у кого-то тоже было много денег. Как-то так получается. И вот мы говорим про, в данном случае, иммиграционные законы. С этого мы начали. Вот говорят там, нынешняя практика создает ситуацию, в которой и там пошло. Например, нам говорят, через мексиканскую границу идут бандиты, преступники, наркотики и так далее. Товарищи, ну конечно идут. Ну конечно идут. Но в каком смысле они идут? Ну вот в какой процент? Вот скажем, на тысячу человек, которые попросили политическое убежище. Например, сколько было там из наркокартелей Колумбии и Венесуэлы? Сколько их там было? Двое? Ну сколько? Нам говорят, они преступные, они вообще там совершают преступление. Я вчера пошел специально посмотреть. Значит, статистика есть по арестам людей, которые пошли по программе Дака. Вот с 2012 года там по какой-то, я не знаю, Дака в 2012 году приняли. Президент Обама сделал там указ. И вот за 4 года по этой Даке было арестовано там сколько-то человек. Они арестовывались по каким-то причинам. Что составляет? А я как человек темный, я читаю там 7,8%. То есть вот, я думаю, 7,8% арестовывались. Я говорю, фига себе. Да, так? Вот. А читаю дальше. А дальше выясняется, что это меньше, чем в среднем статистически арестовывается американское население. Оказывается, американское население арестовывается гораздо чаще. Мы не знаем, может быть, там по поводу, без повода, по мелкому поводу, по незначительному поводу, по серьезному поводу. Мы не знаем. Там не было статистики именно по, например, по посадкам или там по судимостям и так далее. Вот статистика была по арестам. А оказывается, они меньше, чем другие категории населения, значит, склонны к этому делу. Поэтому, хотя в основном, вот они практически все, латинос, да, там, вот тебе и, пожалуй, ничто. Но, поэтому, если среди них криминал, есть, больше ли этого криминала, чем среди нашего населения, которое у нас тут? Я другой вопрос задам. Больше ли среди них криминала, чем, например, среди наших афроамериканцев? Вот уж я сильно сомневаюсь. Ну, очень сильно сомневаюсь. Так что теперь нам делать? Может быть, нам с афроамериканцами тогда, если мы уж так, за криминал-то? Или все-таки уже не смотреть, кто из них кто, а смотреть, что вот есть преступник или там не преступник? Поэтому вопрос в чем? Да, да, есть проблема тут, есть проблема там, и есть проблема где угодно. Есть и будет. Вопрос в масштабах. Вот только и всего. Значит, если мы говорим, да, вот там нелегальная иммиграция чревата вот этим. Конечно. А какие масштабы? Если человек о масштабах не говорит, то это ложь. Ну, просто ложь. И, ну, в смысле как? Есть ложь, которую люди сознательно говорят, в том смысле, что мерзавцы. А есть ложь, которую другие люди бессознательно повторяют. Ну, ну, кто вот они? Бессознательно которые. И вот и все. То есть, если вам скажут, вот такое безобразие, там всегда, вот там полтора процента, значит, злоупотребления. Вы скажете, о чем вообще речь? Что мы такое говорим? Какой нахрен полтора процента? Какие нахрен полтора процента? Понимаете? И вот начинается. Я лично, кстати, вот вхожу в те 30% населения страны, которые поддерживают идею того, чтобы стена на границе с Мексикой была. Совершенно очевидно, что она проблем особо не решит. То есть, тут даже и разговора нет. То есть, никаких надежд на решение проблемы нет. Но есть, как бы, совершенно очевидно, что острота проблемы частично снимется. Частично. Ну, ну, как-то снимется. Но если других способов нет, уже хрен с ним. Я считаю, пусть будет стена. 60, там почти 70% американцев считают, что стена не нужна. Потому что это неэффективное решение. Это правда. Оно, может быть, не стоит столько денег тратить на эту стену. Понятно, что есть еще миллион всяких способов. И стена это чисто такой политический такой ход. Вот такой какой-то такой ход. Ну, хорошо. Я лично за. Я в меньшинстве в данном случае уже. Я бы хотел видеть эту стену. Но не суть. Так вот, нашим, так сказать, оппонентам, которые тут, ну, очень сильно, значит, выступали за то, что закон есть закон. И вот там и они из-за справедливости там и так далее. Я хочу сказать, ну, задумайтесь на секунду. Не то, что я сказал, требует там какого-то сильно развитого мозга, чтобы понять. Уж проще-то нечего сказать. Даже проще-то невозможно. Поэтому, да, злоупотребления были, есть и будут. Но есть ответственность, есть ответственность политиков, есть ответственность всех нас, каждого из нас. И вот это все на каждом из нас. Вот эти преступления, которые совершаются против детей сейчас, это не Америка. Сейчас вся Америка стоит на ушах. В частности, республиканцы, в частности, в Конгрессе. Америка стоит на ушах. Вот вы, которые тут... Слов даже нет. Вот. Вы не Америка. Вас тут не стояло. И, наверное, и, может быть, еще никогда и не встанет. Что на самом деле неплохо. Вот. Вот вы запомните, что это не Америка. Что сейчас вся Америка, включая республиканцев, которые не потеряли еще последние, там, остатки совести, мозга и так далее, вот они сейчас все стоят на ушах и требуют это безобразие прекратить. Это не Америка. И вы не Америка. Счастливо. Счастливо.